Это особое мнение Максима Шевченко, я Андрей Позняков, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я должен напомнить, что нашу программу вы можете смотреть еще в YouTube-канале «Эхо Москвы», и огромное количество, конечно, средств связи, доступа к эфиру существует на данный момент. Я вас должен поздравить на самом начале этого эфира, потому что когда еще выходил трейлер «Смерти Сталина» и были первые реакции, вы отмечали, что появление этого фильма в отечественном прокате, и шумиха, которую он вызовет, она очень серьезно поможет левым, в том числе... Если бы он появился в прокате, а он в прокате не появился. Но шумиха есть. Нет, это шумиха, когда никто не видел. Если бы он вышел в прокате, этот фильм, оскорбляющий и унижающий советскую реальность, от которой отталкивается Коммунистическая партия Российской Федерации и которая является достаточно важным таким воспоминанием и переживанием для огромного количества людей, то, конечно же, это дало бы Коммунистам широкие возможности для критики власти дополнительно, которая запускает такой фильм и укрепила его в их позиции. Но, видите, власть в лице Мединского решила фильм не выпускать, потому что, конечно, смехотворно претензии власти к тому, что вот это там оскорбляет. Нет, она не оскорбляет никак ни Владимира Ростиславича, ни Владимира Владимировича Путина, естественно, ни членов «Единой России». Ветеранов, да, немногих еще живых ветеранов войны она оскорбляет, конечно. Но, в целом, этот фильм, конечно, дал бы Коммунистам возможность для критики власти, очень серьезно, потому что власть подстраховалась и не выпустила. Я считаю, это просто страх перед левой коалицией, которая набирает очки не подняла по часам. Но решение об отзыве лицензии, об отзыве правятного удостоверения, оно правильное? Ну, я за то, чтобы люди имели доступ к тому, что не является порнографией, к андро-подростке не должны иметь доступ, или там пропаганда на осилие. Я полагаю, что коммунисты сами разобрались бы без помощи Министерства культуры в том, что можно смотреть, а что нельзя смотреть. И кто был бы оскорблен в первую очередь, это, конечно, коммунисты. И все люди, а это огромная часть населения нашей страны, которая выбирала Сталина именем России, которая до сих пор по всем вопросам ставит Сталина на первое место в числе правителей России. Конечно, были бы оскорблены, и, конечно, бы прокатное удостоверение, выданное властью на показ оскорбительного фильма, безусловно, сработало бы против власти, поэтому они его отозвали. Я считаю, что фильм должен был быть показан, я видел в этом и политтехнологический, как бы рациональный смысл, и, как сторонник свободы слова, я считаю, что левым нечего бояться. Вот левые люди, мы не боимся, кстати, как либералы, знаете, смотреть, обсуждать, критиковать. Я считаю, надо и Пастернака читать, я не согласен ни с Хрущевым, ни с советскими бензами, которые запрещали литературу. Нечего бояться. Сартер ничего не боялся, он был коммунистом. Альбер Камю ничего не боялся, он был коммунистом. Понимаете, там, Маяковский ничего не боялся, он был коммунистом. Причем, он с пятого года членом ВКПБ был. Поэтому, я думаю, тут позиция и левых, и демократов вполне должна бы совпадать. Я противник запретов и считаю, что такого рода фильмы должны обсуждаться, вызывать общественную дискуссию, как и Матильда, собственно говоря. И, в конце концов, иметь, эта дискуссия должна иметь последствия. Ну, видите, власть подстраховалась и испугалась выпускать этот фильм, понимая, что это даст, конечно, очки левой коалиции очень серьезные. Вы доверенное лицо Грудинина. Павла Николаевича Грудинина, да. Да, Павел Николаевич Грудинин... Ну, я пока не получил удостоверение, я не знаю, доверенное ли я лицо, но пишут в газетах, что я доверенный лицо. Ну, говорят, что вы в списках доверенных лиц. Говорят, я читал, что говорят, я пока удостоверение не получил. Смотрите, он, комментируя фильм «Смерть Сталина», отмечал, что это вообще недопустимо. Сравнивал это с комедийным сериалом «Распятие Иисуса Христа». Недопустимо, что? Снимать такие снимки. Знаете, снимать показывают такие снимки. Я тоже готов критиковать фильм «Смерть Сталина», хотя я делал только трейлер, я тоже считаю, что это недопустимо. Я готов объяснить, почему это недопустимо, на мой взгляд. Я готов рассказать о том, что тут нет для меня ничего смешного. В этой истории войны и послевоенных лет я считаю, что не англичанам и не французам, которые всю войну работали на немцев. Там, по-моему, франко-британский фильм, если мне память не изменяет. Франция была немецким тылом во время войны. Если бы не Деголь, который спас честь Франции, мы не забудем никогда, что Петеновская Франция, мало того, что дала десятки тысяч эсэсовцев, которые воевали на Курской дуге, на Восточном фронте, и совершили тут массовые военные преступления французов. Более того, вся французская армия в Северной Африке, и Вишильская армия, и на Ближнем Востоке активно сопротивлялась союзникам, то есть работала на нацистскую Германию, как и все французские крупные предприятия в Лионе, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому французы бы сидели бы и помалкивали, если бы не Деголь, который спас от чести. Не им лезть в нашу историю. Не им лезть в нашу историю. Есть просто одна важная подумка, что режиссера и аннушка. Хотя, секундочку, секундочку, секундочку. Ну, просто вы же его затрагиваете в той же части. Секундочку. Хотя, я считаю, что если лезут, то тогда давайте обсуждать серьезно. Я вот, допустим, считаю, что дальше можно снять фильм комический, про американское рабство, про то, как смешно продавали черных в Америке, как Линкольн, который на самом деле был расистом, и говорил о том, что черный никогда не будет равен белому, и что черный это что-то вроде животного. Ведь это же цитаты Линкольна, они же не любят повторять, правда? Я считаю, что в России надо снять фильм, как бы реально подлинная история хижины дяди Тома. А почему нет? Мне кажется, вы опоздали, потому что есть комедии про Линкольна, причем фотосмагарические. Ну, значит, комедии таких я не видел, это все равно, там, он борется с вампирами, да, это, знаете ли, все равно позитивно, а я считаю, что это убийца, нацист, и там палач Юга, Авраам Линкольн. Я считаю, что он военный преступник, как и многие американцы считают. Эта точка зрения, я не думаю, что когда-нибудь в Голливуде будет снята, только Клинт Иствуд, молодой, решался там сняться в таких фильмах. О жутких карательных операциях, которые они проводили против американского народа. Или, допустим, можно снять фильм, достаточно конический, смешной, о том, что Черчилль был гомосексуалист, любил трахать маленьких мальчиков, например. Почему нельзя? Да, давайте снимем в Англии, а то, что королева Елизавета, ныне действующая, это в Америке снимались такие, вот я помню «Голый пистолет», там королева смешно падает. В Англии я таких фильмов не припоминаю, честно говоря. Когда Сид Вишерс сказал «I fuck your queen», то там все его осудили в Англии, понимаете? Поэтому в Англии издевательство над королевой мне представляется достаточно сомнительной возможность сами англичане про свою историю, кроме Монти Пайтон, конечно. Монти Пайтон — это английская группа, по-моему. И то они, по-моему, снимали только про короля Артура, про крестовые походы, ну, в общем, такие достаточно абстрактные, далекие вещи. А вот про королеву, про то, как она была юная, как она изменяла своему мужу, как ее конюх или кто-нибудь еще там, понимаете, имел в сарае, почему вы не сняли такую веселую комедию британским режиссерам, если Англия такая свободная страна? Думаю, она будет иметь огромную популярность, особенно в Штатах, где британских королей и королев традиционно ненавидят. Ну, у меня нет сомнений, что такой фильм можно снять. Да, просто снять очень любую фильм. Очень популярный, очень популярный, поверьте. Про то, что «Английская королева-проститутка» будет фильм невероятно популярный в Англии, смешная кинокомедия, можно вполне снять. Давайте набросаем сценарий, мы же с вами люди свободные, правда? Я вообще люблю сатиру, комедии, да, это прекрасно было бы, я всячески поддерживаю. Значит, мы с вами пишем сценарий про то, что Линкольн, работорговец, расист, и, значит... Оказывается, в комических ситуациях, да. Оказывается, но это правда, что он был расистом, это правда. Что генерал Улис своих негров отпустил, а вот Грант до конца войны не отпускал. Это правда, абсолютно. Значит, снимаем комический фильм про это. Кроме этого, снимаем фильм про то, что королева Елизавета, или не действующая, проститутка. И еще какой фильм вы советуете снять? Я не помню, комический про Запад. Комический про Запад. А, то, что Черчилль там мальчиков трахал, маленьких мальчиков, был, значит, педофил, гомосексуалист, а сигару использовал по назначению. А потом ее курил. Здесь мы должны прерваться. Максим Шевченко. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Максим Шевченко, это его «Особое мнение». Я Андрей Позняков. Знаете, хотел пару слов сказать про Армандо Ианучча, режиссера этого фильма «Смерть Сталина». Все вот как-то французов, британцев. Нет, там, по-моему, франко-британский фильм. Да, ну, кто финансировал, кто там участвовал. Да, итальянцы же вообще были, по-моему, фашисты были. Сколько погибло итальянцев на территории Советского Союза? 120 тысяч, 150, 200 тысяч. Его отец сражался в сопротивлении. Ну, если это, я не знаю, дает ли это кому-то право или лишает это кого-то право, но если это так важно, кто, где, на чьей стороне было, каких успехов добился и как отметился в борьбе. Можно снять комический фильм про пытки, там, про итальянских партизан, сопротивление, про то, как они очень смешно, как бы попадают в смешные ситуации, и изнасиловали Колоретту Питачи, и Дуччи тоже. И, в общем, можно всяческие комические ситуации снимать, про то, что для каждого там народа имеет хоть какое-то значение. Про Гарибальди можно снять фильм. Да, Господи, что далеко ходить. Итальянец про Папу Римского. Можно снять итальянский фильм, про то, что Папа Римский, римский первосвященник, очень смешной, глуповатый дурачок, который на самом деле просто хочет, тем более, что касательно Средневековья, это будет абсолютной правдой, там такие Папы были, и даже ничего выдумывать не надо. Ну, в общем, можно снять чего угодно. Можно все, что угодно снять? Конечно, естественно, мы живем в мире постмодерна. Ну и ничего подобного. Ничего страшного. Ничего страшного, поэтому я был бы за то, чтобы этот фильм, если этот фильм показали, еще раз говорю, мы бы развернули такую компанию, что мало им не показалось бы. Но они оказались умнее, и этот фильм в прокат не выпустили. Максим Иванович, у меня к вам цивилизационный вопрос в этой связи. Уж долго эту тему тянет. С удовольствием. Я не могу без него обойтись. Давайте. А почему у нас смех, и возможность посмеяться, это что-то оскорбительное? Почему у нас о каких-то серьезных, важных событиях прошлого можно говорить либо серьезным, мрачным лицом, либо серьезным лицом о великом деятеле Сталине? Нет, давайте так скажем. У всех народов есть сакральные фигуры, сакральные периоды и истории трагические, страшные, относительно которых есть по крайней мере разные точки зрения. Вот, допустим, возьмем уже упоминающийся Францию. Есть фигура Жанны Д'Арк. Наверное, вы читали памфлет Вольтера на эту тему, правильно? Были и в 19 веке относительно Жанны, орлеанской девственницы, такие пахабные, прямо извиняюсь, тексты. Я, честно говоря, и тексты 20 века такие видел про нее. Да, такие пахабные тексты, но так в целом Жанна Д'Арк, и благодаря Люку Бессону, последний один из последних фильмов и вообще осталась святой девой Франции, архетипический, значит, там, воплощающий, там, древние кельтские разные мифы и все такое, и все такое прочее. Но смеяться можно. Слушайте, смеяться над всем можно, но хорошо смеется тот, кто смеется, во-первых, а, без последствий, б, последним. Смеяться можно над всем. А последствия какие? Никакие просто, кроме моральных, никаких последствий, я считаю, быть не может. Но то, что общество будет расколуто над тем, кто будет активно гоготать над сороковыми и пересятыми годами, а и над теми, кто будет молча все это слушать и делать выводы, что с теми, кто гогочит над этой историей, над этой тяжелой историей, оплаченной жизнью 27 миллионов человек, погибших в войне. Вы как-то перегибаете. Слушайте, я ничего не перегибаю. Сталин был верховный, главнокомандующий, Берия был командующим тылом в годы войны. Понимаете, Берия уже в 1953 году никого там не сбрасывал, ни в какой, ни в овраг, ни в куда-то еще. Это вообще-то клевета. Это история о том, как кучка функционеров, великих функционеров советских, борются за войну. с великими, они просрали дело Сталина. Поэтому великими, я их точно не считаю. Понимаете, у вас есть какие-то вопросы относительных величий, невеличий, у меня относительных величий, невеличий, вопросов нет. Они по-своему доделись большого уровня. Это не мои слова, это такая цитата. Мы, говорит, просрали дело Ленина. Якобы Сталин сам сказал такую фразу в 1941 году, когда якобы, мы точно не знаем об этом, есть такая легенда. Так вот... Ну фильм же не о погибших, ГУЛАГе, фильм не о войне. Королева Простекутка тоже будет не про реальную королеву. Это же вы же... Вы идете по пути народ против Ларри Флинта. Ларри Флинт написал, что Джерри Фоллоу, лидер морального большинства, спит со своей матерью, употребляет наркотики, является педофилом. Ну мало ли, что написал. Правильно! И американский суд также решил. Кто поверит, что реальный Джерри Фоллоу такой человек? Кто поверит, что реальный Маленков, там, значит, Молотов, Берия и Жуков были такими ублюдками, комическими, какими их тут показали? Никто, конечно, не поверит в меняемые. Да и 90-летние ветераны не пойдут в кинотеатры, я уверен. Секундочку. Кроме молодого поколения, которому будет все равно, который верит, допустим, в американские голливудские блокбастеры и до сих пор считает, что «Властелин колец» это исторический фильм, есть такие тоже. Люди, проведите опросы. Мне кажется, это исключение, скорее. Это не исключение. Поверьте, это очень много людей. Потому что книги мало кто читает по истории, а вот фильмы по истории, особенно голливудские, американские, смотрят многие. Нет, вы серьезно видели такой опрос? Давайте проведем его. Среди неподготовленной аудитории... Среди неподготовленной аудитории. Давай, среди неподготовленной аудитории... Это аудитория «Эхо Москвы», Это все читали Толкина, все Толкина читали, мы проведем среди школьников. Среди школьников, найдем школьников. Дальше, значит, ваш вопрос о чем? А то можно ли? А у меня вот такой вопрос. Я уже сказал, можно, все, просто последствия уже наступают, и человек на них влиять не может. Если вы, условно говоря, оскорбляете чью-то там, чьего-то память чьего-то отца, например, а Сталин для многих отец, отец, который страну спас в годы войны, построил ее, то эти люди относительно вас делают определенные выводы, и никогда с вами больше разговаривать не будут. Господи, он умер 65 лет назад, слава Богу. Слушайте, Иисус Христос умер гораздо раньше, потом воскрес. По его поводу споры не прекращаются, как и по поводу многих, кто умер тысячи. С мусульманами мы общаемся, независимо от того, как они относятся. Ну я не об этом говорю, что у нас мусульмане, что вы сразу мусульман? Знаете, не мусульмане оскорбляют Иисуса, прямо скажем, а либералы оскорбляют Иисуса всегда. Никогда мусульмане его не оскорбляли бранными словами. Они почитают Мириам и почитают Иису Пророка, как мусульмане считают. А вот либералы всегда оскорбляли и Мухаммеда, и Иисуса, и Моисея, и Господа Бога. А Сталин святой? Ничего страшного. Нет, конечно. Для некоторых людей? Ну я не знаю, для некоторых, да. Для некоторых вы, наверное, святой. Для вашей мамы вы, наверное, святой. У вас есть дети? Да. маленькие, но вот для ваших маленьких детей вы святой папа. Ну это что за дурацкий вопрос такой? Нет, это просто, это странно, потому что вы подаете отношению. Для меня Сталин святой? Для вас, я так понимаю, что нет. Нет, для меня Сталин это выдающий исторический деятель, подобный Цезарю, подобный, там, не знаю, Наполеону, который были, там дела дурные, как у большого человека, были дела святые, были дела правильные, были дела неправильные, вот он сложная фигура, в сложном историческом процессе находящийся. Смотрите. Но так как это касается моей страны, моей семьи, моего народа, который до сих пор не отошел от того ужаса, который он испытал в годы войны, и от той катастрофы, того гиперхолокоста, который пережил советский народ, 27 миллионов уничтоженных советских людей вследствие нападения армии Запада, Западной Европы, тогдашнего Европейского Союза под руководством Гитлера на Советский Союз, это величайший геноцид в истории человечества. Поэтому все, что вокруг этого геноцида, а прошло 8 лет от 45-го года, подвергается осмеянию, вы знаете, для меня нет просто в голове даже мысли, чтобы снять фильм, где комически представить себе пребывание в газовых камерах людей, где это можно подвергать осмеянию. Ну, давайте вы опять переворачиваете, это же не про газовые камеры, это даже не про репрессии, про которые, ну, можно было бы там, ну, чуть-чуть там кто-то, да, посмеялся, у нас... Я вам объясняю реакцию людей, я вам сказал, что я считаю, что снимать можно все. Я вам объясняю, почему люди испытывают боль. Я, вы знаете, хочу... Вы как журналист, мне кажется, вы тонкий человек, вы должны понять боль другого человека. Ну, я... Люди испытывают боль по поводу оскорбления, люди испытывают боль по поводу оскорбления, допустим, исторического персонажа, для них важного, потому что это гештальт у них в душе, понимаете? Вот и психологию изучали хоть чуть-чуть, ну, хоть одну книжку прочитали по психологии? Ну, я еще встречал такое мнение, что смех помогает избавляться от таких навязчивых... Ну, избавьтесь тогда от любви к своему отцу или к своему деду. Что вы начинаете с других? Ну, если надо избавляться, то, да, смех поможет. Да, плюньте на могилы своих предков, что там, что за проблемы? Со смехом, со смехом плюньте, начните с себя, врачу исцелиться сам, как сказали древние. То есть, сталинизм излечивать не надо? Я считаю, сталинизм излечивать не надо ни в коем случае. Сталинизм надо понять и описать. Он не понят и не описан. Мы имеем дело с этой эпохой публицистически, либо комически, либо, понимаете, патетически. А, собственно, и исторический подход, допустим, попытка Вдовина-Барсенкова, прекрасных современных историков, была либералами, во главе с Николаем Саванидзе, буквально по манере сталинских процессов, буквально втоптано в землю. Им стали карьеры разрушать, книги запрещали писать. Они не сталинисты. Они просто попытались принять мотивы Жданова, Маленкова, Сталина, вписать их в контекст эпохи, понять, какие были социальные процессы. Нас же постоянно заставляет им делать мифологию. Либо патетической, это живой бог, он спас всех. Либо вот сейчас еще один вариант появился комический. Понимаете, это придурки, которые все хотели только вот, типа там, свою задницу спасти и бороться за власть. И тот, и тот вариант, мне кажется, оскорбительным. Я хочу, чтобы наконец-то мы стали писать и читать настоящие книги исторические. Вот Автарханов, не знаю, вы читали Автарханов, Смерть Сталина? Нет. Это вот серьезный, выдающийся исследователь. Он в свое время во время войны перебежал на немецкую сторону, потом работал с американцами и стал крупнейшим советологом. Его книга «Протократия», Смерть Сталина, это написано в советские годы, между прочим, на основе Смоленского архива. Это глубокие, серьезные книги. Он никого из них не представляет придурками. Он описывает, как что было, по его мнению, и это близко к тому, что он на самом деле был. Ну, слава Богу, но не надо с этим поставлять научный труд с сатирой. Это не научный труд, это политологические, массовые книги. Политологические книги. Каждый интеллектуал, который хочет рассуждать на эти темы, по крайней мере, Автарханова, нравится он вам или не нравится, должен прочитать. Как и Солженицы. Мне просто кажется не вполне корректным сатиру, потому что серьезная литература. Серьезно? Ну, давайте я беру, сатиры можно что угодно подвергать. Вообще нет запретных тем. Буквально пару минут, вот вопрос. Можно получить и все, а так смеяться можно чем угодно. Зачем Путину нужна вот эта вот история, вот эта скандала с запретом фильма? Он что, играется? Я вам объяснил, зачем это нужно власти? Власти этот фильм вообще был не нужен совершенно. Да и все равно можно было бы закрыть. Нет, если бы он вышел, это было бы... Ну, что мы ходим одно и то же? Я это уже сказал. Это чтобы вам помешать, это единственная причина. Что мне? Не мне, а чтобы... Конечно, я считаю сейчас выборную кампанию, выход этого фильма, еще раз, пятый раз вам повторяю, выборную кампанию, выход этого фильма дал КПРФ левым силам огромный там плацдарм для критики власти. Вот и все. Поэтому они его отменили. А Путин не сталинист? Нет, Путин не сталинист. Путин взвешенный, достаточно гармонично пытается соединить малосоединимые разные куски истории. Он исходит из концепции единой и истории, что между царской Россией, ленинской Россией, сталинской Россией, брежневской и, так сказать, ельцинско-путинской, есть некая единая преемственность. Ну, территория, да, пятно на карте, это единая преемственность, во всем остальном разные уклады и разные социальные государства. Он точно не сталинист, поверьте. Очень опасный путь, потому что мы помним историю преемственности этого ЧК КГБ с ФСБ, и какой ужасный образ родился. Что тут опасного? Ну, потому что, если мы будем представлять современное ФСБ как продолжение НКВД, ну, это отвратительно. Современное ФСБ, глава ФСБ Александр Бортников описал это в своем интервью в российской газете, и историю Александра Васильевича начинает с 17-го года, с декабря, все, что было до 17-го, он представляет сразу несущественным. Мы это уже пять раз обсуждали тоже. Потом он рассказывает о становлении как бы могучего советского государства, по-настоящему народного государства, единственного в истории России, когда власть опиралась на огромные массы людей, была им социально, перед ними социально ответственна, и люди ответили в 41-42-м годах этой власти тем, что поддержали ее, пожертвовали своими жизнями. Потому что никакие бы отряды НКВД, никакие маузеры-чекистов не защитили бы советскую власть, если бы люди приветствовали немцев и гитлеровцев, которые шли там, церковь восстанавливали, власовцы были, но люди поддержали советскую власть. Здесь мы должны прерваться, это Максим Шевченко и Андрей Позняков. Когда сходите на фильм, напишите на него отзывы, это очень интересно. Да, конечно. По итогам. Только я не схожу, я его посмотрю в интернете. Ну или так, да. На него сходить сложно сейчас, говорят. Ну я вот, как он, скоро копия появится, я посмотрю. Да, 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 да. Про Титееву мы уже три раза говорили, может не будем тратить время про Титееву. Давайте хотя бы кратко. Я уже кратко сказал свою позицию, Оля сказал, двум Оля. Я читал, да. Зоровлева и Бычкова. Я Бычкова читал, и то, что Нино говорили, вы тоже читал. Просто очень кратко, после заявления Кадырова про Титееву, какие вообще шансы остались? Переговоров же нет. Есть какая-то возможность переговоры начать? В России нет никаких возможностей. Ну то есть, у человека похоронили, что ли? Человека похоронили, считаете, в застенках чеченских? Почему нет? В застенках. Чернокозово, это лучшая тюрьма России, поверьте. Вы можете посетить Чернокозово. Это тюрьма, из которой даже... Всем спасибо. Нет, ну просто я вам говорю, поэтому вы просто не знаете, о чем говорите. Застенки, если его будут содержать не в Чечне, это будут застенки. В Чечне тюрьмы лучшие в России тюрьмы. Самые гуманитарные тюрьмы. То есть, правозащитное сообщество теряет Титеева в тюрьме навсегда. Ну, на сколько там ему лет дадут? Ну, я не знаю, я уже сто раз это комментировал. Что вам охота, что? Чтобы я... Я не знаю, я... Нет, ну потому что общие слова... Ну, я уже говорил, это третья передача подряд, когда мне этот вопрос будет задаваться. Мне обо мне о чем спрашивать, что ли? Про общую политическую ситуацию, про выборы. Вот я должен комментировать уже три передачи подряд Титеева. Я уже все сказал, что это произвол, что это преступление. Уже процитировал даже судебный этот процесс по мере пресечения. Прокомментировал... Это понятно, ведь дело это что? И опять вы к этому возвращались. Ну, откуда я знаю, что делать? Федотова позадите сюда и спросите. Он советник президента, в конце концов. Я ни грантов не получаю никаких. Я на свои деньги туда езжу, на Кавказ, когда езжу. У меня ни европейских грантов нет, ни российских. А у вас, кстати, не начались проблемы? Там неделю назад же... Начались у меня проблемы. Говорил, что не нас правозащитники... Нет, у меня никаких проблем не будет ни с кем. То есть это каких-то правозащитников будут пускать? После поджога мемориала я не поеду туда. Потому что мне там не о чем говорить. Позиция заявлена. Чего я должен вести переговоры? Я кто такой? У вас есть официальные лица. Есть Москалькова, есть Федотов. Пусть они ездят. Потому что они госчиновники. Это особое мнение журналисты Максима Шевченко и Андрея Позняков. Продолжим, да, про нашего Сталина. Мы не закончили. Значит, потому что прервалась эта самая реклама. Поэтому мы остановились на... Когда говорили про Сталина, про какую-то пафосную ночь остановились. Напомните, о чем была речь. Но мы говорили о том, во-первых, нельзя никого смеять. Во-вторых, это использовали... Мы не говорили, что нельзя. Я говорил, вы смеете кого угодно. Вы смеете, но это может... Я стараюсь в свободе. Конечно, последствия всегда есть у кого-то, понимаете? И о том, что Путину это необходимо, чтобы... Да, вы мне сказали, что Путин сталинист, не сталинист. Путин не сталинист. Не Путину необходимо, а тем, кто его компанию обеспечивает. А Путину же необходимо, чтобы его компания... Давайте вместе спасать страну, давайте вместе думать, работать, мы готовы формировать коалиционное правительство и тому подобное. Президент Светлана видит, как собирать коалиционное правительство? Я не знаю, что он... Хотелось бы узнать его мнение по этому вопросу. Если глава крупнейшей оппозиционной партии России обращается... Представляете, вот в Англии Лейборис, глава Лейборисской партии, Джереми Корбан, обращается, допустим, к Терезе Мэй. Давайте думать о том, как нам спасти Англию. Тереза Мэй ответит, так или иначе. Хотелось бы услышать ответ Владимира Владимировича Путина, тоже, честно говоря. А не только ответ, мы получаем, как говорится, травлю и организованную компанию клеветы и грязи со стороны технологов, которые работают. По-видимому, на Путина, мы не знаем, на кого они работают. Есть там две версии, Жириновский и штаб президент. Пусть они сами расскажут, кто они такие, снимут маски. Потому что компания, которая развязана против Грудинина, она просто чудовищная. Она антиконституционная, и она просто не в интересах единства страны и единства нации. Они что, на Навального работают, что ли? Я вот не могу понять просто этого. Вот к Навальному упомянули фонд, который финансировал компанию Алексея Навального, а в пятое время года запрещен. Вы, вроде, должны быть удовлетворены этим решением. Я считаю, нет, я не удовлетворен запретами никаким в России. Я сторонник демократического пути и широкого демократического обсуждения всех проблем. Для меня просто очевидно, что призыв к бойкоту работает на то, что Путин победил с блеском в первом туре. Потому что чем больше явка, тем, как говорится, больше вероятность второго тура. Я уже говорил в прошлой программе, о том, вы, наверное, ее не читали и не слушали, о том, почему это произойдет. Потому что есть ядерный авторат Путина, 46%. Чем меньше явка, 64%, тем больше 70 на 70. Это, знаете ли, там результат, который был заявлен. А если явка стремится к 80, то 66% ядерного голосования без переписок формальных, которые, возможно, будут, возможно, нет. А он как бы стремится уже к 49%. Поэтому есть такой момент. Поэтому, когда Навальный говорит понижать явку, фактически, он работает на победу Путина в первом туре, чем я его поздравляю. Поэтому я не особенно верю в эти закрытия фондов. Я считаю, что это все политтехнологические постановки, которые имитируют оппозиционность Алексея Навального. Ну, Алексей Навальный готовит еще и протестные выступления. Его сторонники готовят протестные выступления. Вот депутаты Тверского муниципального округа наставят на том, что на территории этого Тверского округа, то есть на Тверской улице, можно проводить акции протеста, а все остальное будет противоречим Конституции. В то же время первый замминистра внутренних дел, Горовой, говорит о том, что будут жестко разгонять и противодействовать всяким несанкционированным выступлениям. То, что будет в воскресенье, какие-то акции там планируются по всей России, в том числе в Москве. Это все грозит неизбежным жестким разгонам. Каждая дубинка, каждый арест, каждая несомая там восьмью ОМОНовцами девочка под камерами всех мировых агентств работает на имидж и на поднятие авторитета Алексея Навального. Поэтому те, кто эти митинги так разгоняет, запрещает и арестовывает вот эту молодежь, они работают на раскрутку Навального как политика. Что лично для меня лишний раз доказывает, что это все постановка. А от чего зависит, будет побоище или нет? Побоище? Вы уже прям побоище запланировали? Ну, не знаю. Вы уже прям такие слова употребляете? Вы уже какой дискурс уводите в общее сознание, как побоище? А не стоит ожидать. Вы работаете на Навального сами, скажите честно, и на Кремль тоже? Это что вы называете? Жестко было на Майдане 19 февраля. Вы такого хотите в центре Москвы? Как 19 февраля 2014 года? Да ничего не ждать. Я не знаю. Сам Алексей что, хочет жесткого противостояния, что ли? А от него что-то зависит в данном случае? Он хочет жесткого противостояния. Я не знаю. Я не знаю. Давайте его послушаем. А от него зависит? Ну, конечно, если вот те говорят, ты не можешь проводить митинг, а ты говоришь, а я хочу проводить митинг, упорно во что бы то ни стало, то понятно, что какое-то противостояние будет. А жесткое вы что называете? Как мы это видим в Париже, или как это было в Гамбурге, где полиция избивала протестующих и поливала их водометами. Я такого никогда не видел на улицах Москвы. Как стреляли газовыми гранатами в толпу. В России такого пока еще не было. В Европе это норма жизни. В Генуе, где убили двух студентов, понимаете, во время митингов антиглобалистов. В Афинах, где были миллионные демонстрации. В Париже, в Берлине 1 мая, в Гамбурге. Поэтому давайте так. Как в Европе, я надеюсь, в Москве не будет. Мы более цивилизованная страна. У нас не будут стрелять в людей резиновыми пулями, газовыми гранатами и поливать их из водометов. У нас просто будут избивать их дубинками. Избивать дубинками, надеюсь, тоже не будут. Я против того, что... Еще раз говорю. Я считаю, что меры по жесткому задержанию и аресту, это меры, которые работают на поднятие имиджа оппозиционного политика Алексея Навального. Укрепление его имиджа. А как-то можно пресечь подобные жесткие разговоры? С кем-то договориться? Диалог какой-то возможен? Пускай договориться с своими кураторами из спецслужб, и тогда, может, они пресекут это дело. Но он продолжает призывать в полиции. Это противоречит его легенде яркого оппозиционера. Значит, этот вариант мы отметаем. Другие варианты, возможно, как-то или неизбежно? Вы о чем думаете? О биографии Навального политической? Я думаю... В интересах его биографии жесткий разгон. А чтобы людей не били, я тоже хочу, чтобы людей не били. Те, кто туда придет. Вот и все. Но интересы людей, чтобы их не били, и интересы политического активиста Навального не совпадают. В его интересах, чтобы был жесткий разгон. А я лично не хочу, как москвич и как человек, чтобы моих сограждан, либеральных, демократических, до каких угодно взглядов, избивали дубинками. Но Навальному это выгодно. Совет по правам человека может что-то сделать? К виду этого вопросы все. Я не знаю. Мы ничего не можем сделать. А он советник президента, наверное, он что-то может. Я лично считаю, что я могу только подписывать какие-то письма, там, бумаги, и все заявления наши, на них никто внимания не обращает. Ну, мы кто такие? Я никаких грантов не получаю. Ни российских, ни европейских, ни американцев. Ну, у вас хотя бы есть статус члена? Летаю на свой... Ну, есть статус. Я и делаю свои заявления. Я делаю заявление, что я могу. Вы не можете никуда входить? Никуда не могу входить. Никому не можете обратиться. Ну, нас не виноват, нам не дали эти... Да с письмом я могу обращаться, когда вы говорите, члены Совета хоть всю жизнь, хоть тонну этой бумаги могу списать. Это, в принципе, ни на что может не повлиять. А вот если советник президента или омбудсмен Москалькова, это государственные чиновники, которые имеют доступ к президенту, с которыми он регулярно встречается. Понимаете? Лично встречается. Один на один. Вот, наверное, у них есть полномочия. Пусть Михаил Исанч и Татьяна Николаевна ей занимаются этим вопросом. А мы готовы их поддержать. Вы верите угрозу нарастания уличного представления оппозиции? Потом, почему обращайтесь ко мне? У вас Венедиктов разве не входит в Общественный Совет при МВД? Вот если бы он здесь сидел на вашем месте, я бы его пытался на эту тему. Алексей Алексеевич входит в Общественный Совет при МВД? Раньше, по-моему, входил. По-моему, входит. Я не следил за его путешествиями. Кому, как не Общественному Совету при МВД, как бы спасти народ от избиения дубинками? Пусть члены Общественного Совета при МВД и Алексей Алексеевич встанут и своими телами Общественного Совета перекроют конфликтные отношения полиции с демонстрацией. Вот я считаю, что сначала пусть Общественный Совет при МВД выскажется, а потом Испычи. Тем более, что Испычи и так уже высказывался неоднократно на эту тему. А вот заявление Общественного Совета при МВД мы громко пока не слышали по поводу избиений. Может, просто мы что-то прослушали, я просто не в курсе. Какие-то институциональные такие, межинституциональные обиды начались. Нет, никакие обиды. Между общественниками. Просто логика. Нет обид, просто есть логика. К ментам ближе всего, те, кто им советуют на общественных началах. Вот пусть они с ними сначала и общественно, советуя, разбираются. Если у них не получается, то тогда мы вмешаемся. Мы так советуем президенту. А у МВД или у ФСБ есть свои общественные советники, но что-то их голосов мы не слышим. Кстати, списочек нам бы сюда, вот общественных советников, туда деятели культуры входят, всякие там журналисты общественные, либеральные в том числе. Хотелось бы их мнение услышать по этому поводу. Я думаю, что у вас не должно никаких проблем получить этот список. Да, он в интернете, давайте сейчас прямо наберем. Тем временем, расскажите, пожалуйста, вы видите вообще угрозу нарастания вот этой уличной конфронтации? Нет, не вижу. Пока я не вижу таких угроз, и я считаю, что вы нагнетаете просто сознательно, как и Алексей Анатольевич тоже нагнетает. Ну, я говорю, ему это выгодно, Навальному, это его карьера на этом строится. Если не будет конфронтации, если он будет свободно гулять с плакатами «Долой Путина» по всем бульварам и улицам Москвы, и не будет никаких препятствий, а часовые будут ему отдавать вежливую честь, там, понимаете, вот улыбаясь, то нафиг он тогда нужен гостепартаменту и всем остальным. Такой оппозиционерный... Это где, в Кремле или в Госдепартаменте, я не понимаю? Ну, я думаю, там и там есть. Я думаю, что там есть, как говорится, у них есть разные задачи, есть разные интересы, которые в чем-то совпадают. Они совпадают в том, чтобы представить в России такой спектакль бесконечный, понимаете? Есть вот оппозиция контролируемая. Когда прокурор отзывает свое обвинительное заключение в зале суда, трудно после этого нас убедить в том, что это неконтролируемая оппозиция, которая не опекается надежной такой дланью, теплой, знаете, такой ФСБшной сверху. То есть именно поэтому в регионах сейчас и так ярко громят штабы Навального? Ну, ярко громят, поверьте, не штабы Навального. Ярко громят, поверьте, штабы Навального громят ярко с точки зрения картинки, безусловно. Снимая, транслируя эти так называемые погромы. А вот, допустим, мемориал громят ярко. Мемориал поджигает офис. Картинок что-то мы не видим. Мемориал арестовывает сотрудника. Вот это называется погром. Вот это называется аресты. Даже в Дагестане подождали машину сотрудников мемориала. Вот это называется очень серьезное событие. Ну, Кадыров же говорил, что правозащитникам не место в Чечне. Я вам сказал, в Дагестане. В Дагестане. Чечня рядом. В Чечне-то вообще беда с ними. Кто там остался? Не делайте, пожалуйста, чеченцев и Кадырова исчадим зла. Я говорил и говорю в прошлой программе. Если бы не было санкций из Москвы, никто бы этого не делал. Я вообще считаю, там говорят, при аресте Титиева всем руководил русский человечек. Такой серенький и незаметненький какой-то. Каких-то, очевидно, в штатском, но при погонах сильных. А чеченцы ему подчинялись. Поэтому не надо вешать все на чеченцев. Посмотрите внимательно. Вы вообще слушаете, что я говорю? Свидетели говорят о русском, не местном, который руководил всей этой операцией по аресту Титиева. Поэтому не надо на Кадырова все это вешать. Ни разу не Ранал Кадыров заявлением выступил, что не надо общаться с правозащитниками. Обратился, между прочим. Я говорю, не надо. Он выступил, я говорю, вешать все на него не надо. То, что он сказал, то на него давайте будем вешать. Давайте вот это на него вешать. Давайте. Он оказался, я это повесил, сказал это публично, это все мемориал опубликовал. Но я бы говорю, это не его идея была, скорее всего. А кто этот человечек был, вот вы и выясняете. То есть правозащитники, в принципе, могут еще дальше работать в Чечне? В смысле, что вы имеете в виду? Правозащитники могут работать в Чечне? В современной ситуации абсолютно не могут, я считаю. В современной ситуации их жизнью угрожают, их жизнью существует угроза. Неизвестные, нерасследованные поджоги, нападения, понимаете, а аресты, нет, они там не могут работать. Это был Максим Шевченко, спасибо большое.